И всем привет! Совсем недавно я делал видео, как в игре Star Citizen на мышку можно повесить различные макросы. А здесь мы с вами будем на джойстике WKB, в моем случае это Gladiator, Next, ручка Cosmosima, Premium. По сути без разницы, потому что и на других джойстиках вы тоже самое сможете сделать. Главное понять, как это делать. Итак, начнем. В этом видео мы с вами разберем, как на одну кнопку повесить три разных действия. Вещь полезная, во многих играх это будет вам помогать. И тем более, хоть кнопок здесь и так реально дофига, но здесь кнопок станет еще больше. Больше кнопок, богу кнопок. И второе, это как на одну клавишу можно сделать дополнительное нажатие еще одно. И при отпускании клавиши сработает еще одна кнопка. Тоже полезная вещь, особенно для тех, кто делает макросы для своих игр. Итак, переходим по вот этой ссылке. Эту ссылку дал мне владелец WKB. Если что, как бы на сайте WKB, на самом сайте, уже давно ничего не обновляется. Вся информация именно вот здесь вот. Если вдруг кто-то очкует, как бы, ну ребята, как бы, дело ваше. Итак, зашли, зашли. Фармвейв. Нужно скачать самую последнюю версию для прошивки для нашего джойстика. Здесь у нас гладиатор NXT. Вот он. Нажали, скачали. Здесь же, в софтвере, нам нужно скачать саму программу последнюю. У меня 9205. Как бы, у вас это будет 9208, либо еще дальше, смотря когда вы смотрите это видео. И прошивальщик. Вот он, самый последний. Зашли. У вас идет загрузка. Скачали. Установили. Радуемся жизни. Итак, переходим. Нам нужно его прошить. Зашли. Зашли. Левый джойстик. Буду на его примере вам все показывать. Два раза. Хоп. Выбрался. Нужно выбрать, что мы в него будем заливать, какую прошивку. NXT. Вот. 2071. На видео вы видели там 2076, если правильно помню еще. Жмем флэшит. Джойстик выключается. Обновляется. Программа закрывается. Джойстик включается. Все работает, все зашибись. Теперь открываем саму программу. Оп. Оп. Работает. Первым делом нам нужно его откалибровать. Потому что здесь реально очень хорошая автокалибровка. Но бывают случаи, когда вы в порыве битвы, там какую-нибудь ось прям вот нажали так на всю катушку, как бы прям вот шобаш с хрустом нафиг прям вошло. Ну, образно говорю, но вы понимаете, да, о чем речь. Вот. И программа посчитает автоматически, что вот это жесткое нажатие, это 100% вход вашей оси. И вы в жизни не юзаете вот так вот, со всей дури вы не жмете. Вот. И как бы уже после автокалибровки у вас программа будет понимать, что уже вы используете не 100%, как бы. Ай-яй-яй, вы не используете на 100% ваш джойстик. Поэтому лучше его откалибровать. Здесь мы будем калибровать, ясное дело, вверх-вниз, ну, наоборот, вверх-вниз, влево-вправо. Вот эту хатку, которая катается свободно. И вот эту вот вещь. Эть. А еще Z-ку. Туда-сюда джойстик повертеть. Итак, поехали. Калибровка. Вот эти оси выбрали. Жмем SET. Вниз, вверх, влево-вправо. Z-ка туда, Z-ка сюда. Хатки покатались. И вот эта херня вниз-вверх покатали. Все. Скалибровали. Оп. Готово. И если правильно помню, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот здесь у вас будут разные цифры. Когда у вас не откалибровано, у вас цифры, если правильно помню, стоят по 255 везде. Это типа автоматическое. У вас уже будут вот такие вот. Поэтому откалибруйтесь, это обязательно. Итак, поехали. Первым делом мы будем делать на одну кнопку три разных действия. Переходим. Профиль кнопки. Я буду делать на вот эту вот красную кнопку. Я обычно на пуск ракет использую, как бы символично. Вот. Я буду на нее делать разные нажатия. Итак, ставим галочку, чтобы видеть вообще, где эта кнопка. Вот она. Потому что кнопок много, как бы, и хрен пойми, какую ты там будешь выбирать. У нас же, вот, четвертая. Нажали на нее. И вместо button мы выбираем tempo. Tempo 3. Это одна функция, это две функции, это все три функции. Нажали. Она автоматически выставила нам различные кнопки, которые будет сама использовать. Супер. Выключаем. И в экшен возьмем set. Потому что все наши изменения мы должны установить в наш джойстик. Проверяем. На тесте. Одно нажатие. Сработало. Два нажатия. Зажатие. Уже третье. Вуаля. Все работает. То есть, третье, десятое, тринадцатое. Третье, десятое, тринадцатое. Зашибись. Работает. И теперь, к примеру, на гашетку я хочу повесить такой некий макро, что при нажатии на кнопку у меня будет срабатывать сама гашетка и быстрое нажатие еще дополнительной кнопки. И при отжатии гашетки я буду использовать еще какую-то кнопку. Как это делать? Теперь мы должны найти нашу гашетку. Она у нас вторая. Здесь показано. Но нам нужно запомнить вот эту цифру. Десятое. По сути, физическое получается. Итак. Жмем вот куда-нибудь вот сюда на свободные действия. Это физи... Логические действия. Виртуальные. Будем так называть. Итак. Здесь мы выбираем тугл. 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 Две кнопки. Две. То есть при нажатии у нас работает дополнительная 37-ая кнопка. При отжатии дополнительной 39-ая. Если вам не нужно, чтобы при нажатии срабатывала, к примеру, вот эта вот кнопка, то вот здесь вот мы просто выбираем No Function. И все. Она у вас не будет работать. Мы же оставим. 37-ая, 39-ая. Но, как вы сами помните, мы сделали, установили. А на тесте гашетка как была, так и остается. И ничего не срабатывает. Потому что мы не привязали вот эти вот действия вот сюда. Как это делается? Профиль. Булин. Как я напомню вам, мы должны были запомнить вот эту цифру. 10. И десятую привязать к 37-ой. К 39-ой. Привяжем ее к 37-ой. Как бы она, потому что вот самое главное здесь. Жмем. Note физическая 10-ая моя будет привязана к физической. Два раза нажимаем. Такое окно выскакивает с нашими кнопками. Вот 37-ая. Она как бы занята. 37-ая. Нажали. Установили. Тест. Нажал. Сработала 37-ая. Видели, да? Мигает. Отпускаю 39-ая. Удобная вещь. То есть срабатывает гашетка и быстрое нажатие 37-ой кнопки. Отпускаю гашетку. Срабатывает 39-ая. Опять же, я привязал ее именно к самому первому нажатию. Потому что если посильнее нажать, сработает еще вторая гашетка. Да-да-да, здесь на джойстике сразу две гашетки на одной, по сути, кнопке. Вот. Я же ее привязываю к самому легкому нажатию. Если вы хотите еще пожестче, еще и сюда что-нибудь навешать, можете и сюда. Поэтому на любую кнопку, теперь вы знаете, как сделать разные нажатия на одну кнопку. Три разных функции. Либо две, либо одну. Тут уже выбирайте сами. И также еще, как сделать на кнопку дополнительное краткое зажатие. Вернее, нажатие одной кнопки. И при отпускании, какое-то нажатие еще одной кнопки. Ну что ж, надеюсь, видео было у вас полезным. Не так тяжело это делается, когда посмотрел это видео. Или когда тебя обучали этому делать. А поначалу сидишь и... Вот это нихера программа. Че здесь что-то как-то дохера. И, кстати говоря, где мы делали на красную кнопку разное нажатие, вот это темпо. Двойное нажатие. Вот здесь можно в миллисекундах выставить другое значение. Чем меньше, тем быстрее вы должны кликать. Тем больше значение, тем можно не так быстро кликать. Вот это вот здесь вот выбирается. В Global Common. Во. Все. Надеюсь, видео было у вас полезным. Если будут какие-то вопросы по ВКБ, пишите комментарии. Ну, ясное дело, заходите в Discord. Там у очень многих людей есть эти джойстики. Ребят, рекомендую. Слетаю на левом джойстике, правом джойстике. Cosmosima Premium Next Gladiator. И педали ВКБ Terra Radar. Честно, очень доволен. Прям реально рекомендую. То, что использовал, могу похвалить. И небольшая реклама. Ну, блин, ребят, как есть. Как бы вещи реально хорошие. Стоит своего. Ну что ж. Welcome на канал. Лайки, подписки. Пока-пока.